Пару слов о том, почему вообще стоит обращать на эти явления внимание. Наверное, многие со мной согласятся в том, что многие из нас, как любители астрономии, уделяют много внимания именно таким явлениям, которые наиболее яркие, наиболее красивые, наверное, и которые происходят довольно быстро. То есть, в первую очередь, это солнечные и лунные затмения. То есть, все явления, которые связаны с движением небесных тел. Это могут быть покрытие звезд Луной, покрытие звезд астероидами, соединение планет. И, собственно, вот такие явления в системе спутников Юпитера, о которых я несколько позже более подробно расскажу. В моем представлении, какие явления больше всего интересуют большую часть любителей астрономии, да и не только, наверное, и обычных людей тоже. Те, которые происходят достаточно быстро, то есть в течение какого-то интервала, который нам легко прочувствовать. В течение нашей жизни, да, как в какой-то книжке там был замечательный эпиграф написан. Я, к сожалению, забыл, кто автор этих строк, что там, мол, в телескоп можно практически все увидеть за несколько вечеров. Ясно. Там Луна, планеты. Ну, все остается неизменным. Мы, в принципе, вот эти образования какие-то на поверхности, там, той же Луны, они остаются неизменными в течение, там, миллионов лет. Вот. А для того, чтобы было интересно наблюдать телескоп, нужно наблюдать какие-то такие редкие явления скоротечные, которые, ну, в силу того, что у нас погода тоже не всегда идеальна, мы можем пропустить. И поэтому, вот, на мой взгляд, стоит обращать на это внимание. Так, ну, про это вот я уже сказал, про затмение, там, да, покрытие звезд и планет Луной, то, что это интересно, то, что это быстро происходит, приносит, кстати, пользу для науки. То есть те любители астрономии, кто способен, кто обладает необходимым оборудованием для точного тайминга, то есть во время протекания явлений его необходимо фиксировать на видео и при этом производить точный тайминг. То есть должны быть точные очень часы, при том, обычных часов там недостаточно, GPS-а тоже недостаточно, должны быть еще более точные часы. Ну, мало у кого это есть. Ну, у нас вот в России кто-то занимается профессионально и среди любителей тоже. Ну, и плюс в том, что не нужно какого-то сложного оборудования для того, чтобы вот эти явления наблюдать, потому что все вы знаете, наверное, что спутники Юпитера, они там наблюдаются в любой практически полевой даже бинокль. Собственно, надо, чтобы наблюдался сам Юпитер, хорошая погода и любой оптический инструмент с увеличением от 7, крат, 10. Ну, кратко о спутниках, да? Значит, их очень много, крупных только 4. И о Европе, Ганимед и Калиста. Ну, тут вот на картинке я просто решил показать, насколько они велики в сравнении с другими телами, там, с Солнечной системой, спутниками, точнее, в сравнении с Луной. Получается, значит, у нас Луна очень большая. То есть, да, большинство спутников, конечно, не такие. Юпитер — это исключение. Там, Титан. Вот таким образом они двигаются. Очень интересно. Ну, тут показано движение только трех спутников, без Калиста. Значит, у них движение синхронизировано с Юпитером. То есть, во-первых, каждый из них там смотрит на Юпитер одной стороной. Это связано с его приливным влиянием. И, как вы видите, отсюда они двигаются синхронно. Это называется орбитальный резонанс. То есть и его Европа, и Ганимед, они вот в резонансе 1, 2, 4. То есть, когда его делает, получается, 2 оборота, Европа делает 1. Когда он делает 4, а Европа 2, Ганимед делает 1 оборот вокруг Юпитера. Кстати, в начале вот картинка была, которая первая, на первом слайде. Там было нарисовано, что они там все вместе друг с другом. Понятно, что это коллаж, да? То есть, такого быть не может. Я еще думаю, вставлю-ка я сюда слайд, где... Ну вот, Стеллариум тот же, да, он может нам показывать вид неба не только с Земли, но и с другой планеты, там, с того же Юпитера. Я думаю, будет здорово, если вот будет там все спутники, прям такой парад планет, парад спутников, все спутники на одной прямой. Но такого быть не может. Отсюда видно из этой картинки, что если Ио и Европа в соединении, да, то, получается, Ганимед там он либо слева, либо справа и так далее. То есть, нельзя увидеть вот в небе, как три спутника друг за дружкой сразу стоят, к сожалению. Ну, я от этой идеи сразу отказался. Ну, система довольно плоская. Вот, собственно, почему эти явления происходят? Потому что спутники практически в одной плоскости находятся. Там отклонение... Вот наклоны орбит этих больших галереевых спутников друг от друга, они меньше градусов составляют, там какие-то десятые были градусы, если я не ошибаюсь. И примерно настолько же они наклонены по отношению к экваториальной плоскости Юпитера. Вот. Но наклон к эклиптике, он где-то около двух градусов примерно составляет. Поэтому, конечно, эти явления мы не можем наблюдать всегда. Они происходят периодически, когда, соответственно, Солнце оказывается в плоскости, экваториальной плоскости Юпитера. Мы видим затмение спутников. А когда в этой плоскости оказывается Земля, мы видим, соответственно, покрытие одних спутников с другими. Ну, почему, собственно, речь идет про галилеевские спутники? Потому что они просто яркие, в телескоп легко наблюдаются. У Юпитера много других есть спутников, но их наблюдать тяжело. Там, наверное, внутри орбиты Ио, по-моему, два или три спутника двигаются. Я сейчас точно не могу вспомнить. Ну, соответственно, мы знаем, что период обращения Юпитера вокруг Солнца это примерно 12 лет, 11.86. Вот, соответственно, два раза за этот период происходят вот эти вот явления. Достаточно длинными сезонами, длительностью там больше полугода примерно. И вот последние такие события были 2009-2010, потом 14-15 год, сейчас 21-й. И следующие будут через 6 лет, вот в 2026-2027 году. Вот. К сожалению, сейчас планеты видны плохо в наших широтах, поэтому явления, которые мы можем наблюдать, а их примерно вот в этом сезоне произойдет 200 или 300. Я точное число сейчас не помню, я там выписал в таблицу, позже будет видно. В Москве из этих явлений, из-за плохой видимости Юпитера сейчас, наверное, можно будет наблюдать только треть от них. Ну и проблема в том, что как бы и планеты низко, плюс там это все на фоне там утренней зари. Но я думаю, что некоторые явления увидеть можно будет. В конце я покажу табличку, там я подобрал их, выписал их в общий список, именно таблицы в Excel, где можно взять и просто отсортировать по каким-то нужным данным, там по убыванию или по взрастанию, и подобрать вот самые интересные из них для себя. Ну в интернет потом это выложу, можно будет скачать, просто посмотреть. Вот, собственно, ссылки, где можно посмотреть подробно это все. Ну QR-коды для удобства просто, если кто хочет, сможет телефоном сфотографировать и просто по ссылкам этим пройти. Вот, поэтому подожду 5 секунд. Ну, собственно, вот ссылка номер 2 и номер 3, это практически там одно и то же, они один результат выдают. Вот, что по первой ссылочке можно увидеть на сайте Гурьянова. Там выписаны только те явления, которые ярче, ну скажем так, то есть когда происходит какое-то вот явление, скажем, затмение одного спутника другим, их общая звездная величина снижается. Это либо покрытие, либо затмение может быть. И все события, которые вот там, где падение звездной величины примерно наполовину, они вот в этой табличке собраны. Остальные как бы считается, что не так интересно, и поэтому их тут нет. Это просто скриншот части таблицы. Таблица очень длинная на самом деле. И по первой ссылке можно там пройти и все это посмотреть. Время, естественно, всемирное указано. То есть для Москвы плюс 3 часа. А вот что по второй ссылке. Значит, здесь для того, чтобы вывести список, нужно нажать на кнопку в левой части скриншота «Show». При этом, если по умолчанию оставить код обсерватории 500, то выведется полный список, то есть все явления будут видны. Наверное, нет смысла этим пользоваться. Для Москвы можно указать номер обсерватории 105. Это Краснопресненская обсерватория, собственно, как раз. Тогда будут выведены только те явления, которые будут наблюдаться в точке с данными координатами. Ну, часть явлений просто не видна из-за того, что там Юпитер под горизонтом или по каким-то другим причинам. Поэтому можно набрать просто 105. Это для Москвы. Соответственно, там, где 500, справа ссылочка «See the list», там выведется список обсерваторий. Можно выбрать любую обсерваторию, ввести ее номер. Ну, если кто-то в другом городе находится, и, соответственно, будет актуальный список тогда. Значит, как выглядит таблица? Вот таким вот образом. А, расскажу, что это все означает. Значит, первый столбец даты — это дата события. Сегодня у нас какое число? 10 марта. Ну вот вчера было 3. 15-го. 16-го два раза. Потом 18-го. Ну, то есть достаточно часто они происходят. Другое дело, что не все это наблюдать можно. Кстати, Stellarium, вот кто использует популярное бесплатное приложение для симуляции звездного неба, он вот это вот все показывает. То есть там нет инструмента для расчета, но если вы, допустим, ввели точную дату-время, то у него там как бы модель, небесно-механическая модель движения спутников, видимо, очень хорошая, правильная, и он непосредственно имитирует как бы движение тени одного спутника по-другому, там точно все очень показывает. Я это проверил, просто взяв случайных несколько событий вот из этой вот таблицы. Первый столбец дата, потом время начала события, всемирное время, время окончания события. Ну, если я не ошибаюсь, начало и окончание — это момент вступления полутени на диск планеты, планеты, ну, на диск спутника. Столбец тип — это буква О означает покрытие, оккультейшн, буква Е — это эклипс, то есть это затмение. Цифра означает, что это номер спутника, то есть первый спутник — это ИО, второй — Европа, третий — гонемент, четвертый — калиста и так далее. И так далее. Всего тут четыре. Дюрейшн в минутах — это продолжительность явления. Ну, понятно, что самое интересное явление, которое быстрее происходит, то есть вот тут есть явление, которое происходит четыре минуты, пять, то есть можно, в принципе, не отрываясь там от окуляра, все это увидеть достаточно быстро. Следующий столбец — импакт. Это некоторое число, которое показывает, насколько события центральные. Как вот на примере солнечных затмений, если, допустим, Луна, центр Луны проходит через центр солнечного диска, то этот параметр равен нулю. И здесь то же самое. То есть если, скажем, тень одного спутника проходит через центр диска другого спутника, то этот параметр равен нулю. И, соответственно, единицы, если вообще там ничего не происходит, поэтому больше одного его здесь и нет. Вот там 0,9 где-то есть. Ну, то есть понятно, что 0,9, скорее всего, это очень слабое событие, и это последняя строка в списке, и там, наверное, и падение звездной величины будет очень маленькое, это можно по таблице посмотреть. Следующий столбец — М. Это суммарная звездная величина тех спутников, которые в этом событии участвуют. Дельта М — это падение звездной величины. То есть нас интересуют события, именно которые наиболее такие заметные, яркие. То есть дельта М должно быть наибольшим. Ну, понятно, что, скорее всего, самые яркие события будут те, где у нас спутники двигаются ближе друг к другу. Там это, например, ИО Европа. Ну, потому что там просто тень будет крупнее, и там просто... К тому же Европа, кстати, самый маленький, да, спутник вот из Галилеевых. Получается, что если ИО будет Европу затмевать, то большая часть диска Европы будет закрыта тенью. Соответственно, как бы вот этот вот провал в кривой блеск, он будет максимальный. А мы будем это лучше всего видеть. Ну, и это видно в строке номер 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот пятая и шестая строчка сверху, там падение звездной величины 0,8. И еще раз 0,8. Почти 0,9. То есть это очень такое заметное событие. продолжительность, ну, 11 минут и 9. Это не так долго на самом деле. Следующий параметр, лимб, это расстояние от спутника до... угловое расстояние в угловых секундах, от спутника до лимба диска Юпитера. Distance, следующий параметр, это угловое расстояние между спутниками, собственно, участниками вот текущего события. Тоже в угловых секундах. Дальше высота планеты над горизонтом. Ну, понятно, что мы ничего не увидим, если высота будет 0,7 градуса. Здесь есть и даже меньше нет, только чуть больше. Ну, то есть этот параметр надо брать как можно больше, чтобы высота планеты над горизонтом была выше, и, соответственно, явление было лучше видно. 11 градусов, 12, 14. Вот эти события, то есть есть смысл наблюдать. Это, кстати, для Москвы. Вот сверху слева указано, что обсерватория номер 105 Москва. Предпоследний столбец высота Солнца над горизонтом. То есть видно, что некоторые события происходят, когда Солнце над горизонтом, то есть это фактически днем. И фаза Луны, последний столбец. Ну, а это, собственно, та же таблица, которая была на предыдущем слайде, только здесь я выписал все данные для Москвы. Я их собрал просто в Excel. Здесь можно выделить таблицу и отсортировать по возрастанию или по убыванию по любому столбцу, по любым данным. Это очень удобно. Это можно будет скачать, если кому-то потребуется. Ну, здесь просто показано, какие они вообще бывают. Опять же, по аналогии с солнечными затмениями, затмения есть частные, кольцеобразные. Аннулар — это кольцеобразные, Total — полные. Полных затмений там, кстати, нет. Даже когда его затмевает Европу, его тень меньше, чем размер диска Европы. То есть вся она не исчезает никуда, но в яркости теряет прилично. Ну и справа это покрытие, то же самое. Это вот один астрофотограф. Данные внизу указаны. Я снял это через любительское оборудование какое-то. Нет данных по оборудованию, к сожалению, в той статье я их не нашел. Ну вот сейчас, насколько я знаю, многие любители астрономик, кто просто астрофотографией занимается, планетной, они, в общем-то, диски спутников Юпитера вполне себе на фото такие получаются. Не хуже. Ну естественно, что большинство своих инструментов мы увидим это не так. Мы то есть увидим, что как один из спутников Юпитера начинает вдруг в течение одной-двух минут резко терять в яркости. Очень прилично. Ну если соответствующее явление подобрать. Вот. А потом снова появляется. Это похоже на вход спутников тени Юпитера или выход из тени. Но тут все-таки поинтереснее, на мой взгляд. Нету ссылки внизу, но это тоже Ютуб-канал одного известного товарища, кто профессионально этим занимается. У него очень много видео есть на эту тему. Тут ускорено оно в несколько раз. Там 8 или 16 вначале было написано. Я не обратил внимания. Ну вот уже видно, как один из спутников становится слабее. Снизу можно оценить, сколько прошло времени. Несколько минут. И снова появляется. Еще одно видео. Я не помню, какой из спутников, где какой, можно предположить. Но сейчас будет видно, скорее всего. Не так ярко, как в предыдущий раз. Однозначно. Ссылы Европы — это вот, наверное, интереснее всего. Это похоже то же самое. Ага, вот это самое интересное. 16 раз ускорено время. Но тут таймер есть. Явление еще не началось. Три минуты прошло. А, вот началось, по-моему. Еще три минуты. Вот видно, как один из спутников почти исчезает. Это можно наблюдать и визуально. Не обязательно это на камеру фиксировать, конечно. Вот появляется. То есть максимум явлений уже прошел. Ну, еще несколько минут. Разные обстоятельства есть. То есть бывает совсем быстро. В течение четырех минут, пяти. Бывает долго. Полчаса, сорок минут могут длиться такие явления. Если это какой-то один из далеких, там, ганимет или калиста. Так, ну, по-моему, все на этом. А, это вот симуляция из... Это не Stellarium, это WinUFOS. Есть такое приложение WinUFOS. Вот он тоже вот так вот может это все показывать. Ну, естественно, тоже в любительский телескоп этого видно не будет. Всего, естественно, возникает вопрос, а зачем нам изучать Солнечную систему? Может быть, нам достаточно уютно на собственной планете? Я слышал, причем сравнительно недавно, от некоторых коллег, так сказать, обремененных даже некими званиями, что, а зачем нам вообще это нужно? У нас масса земных проблем, поэтому давайте прежде всего сосредоточимся на Земле. Ну, в этой ситуации мне приходится отвечать, отталкиваясь от совершенно очевидных концепций. Мы, прежде всего, мы, цивилизованная нация, к которой мы себя причисляем, во всяком случае, я имею в виду наша страна, по крайней мере. И мы должны заниматься наукой, если это мы должны познавать то, что есть, по крайней мере, в нашем ближайшем окружении. Второе, мы не можем рассматривать Землю как одну из планет Солнечной системы изолированы, мы не существуем изолированы, мы слишком зависимы от всего того окружения, которое называется космосом. Ну и, наконец, как это всегда бывает в науке, то, что сегодня кажется просто неким удовлетворением любопытства, в дальнейшем становится ключевым для дальнейшего развития человечества, для прогресса. Как Солнечная система произошла? Как она эволюционировала? Второе, мы должны попытаться ответить на вопрос, что выделило Землю из тех девяти планет, которые мы называем традиционно большими планетами, ну, оставляя в стороне Плутон, поскольку Плутон в настоящее время как бы носит статус и планеты, чисто исторические, и вместе с тем очень крупного тела в занептуновом поясе, поясе кометно-астероидном. Первостепенный интерес, опять-таки, ну, если угодно в потребительском смысле, лучшего понимания Земли, в этом смысле, первостепенный интерес представляют две предельные модели, нам близкие. Венера со стороны более близкой к Солнцу и Марс в противоположной стороне, удаленные от Земли всего на, ну, по космическим масштабам на ничтожные расстояния. В одном случае Венера это 0,3 астрономических единицы, ну, соответственно, астрономическая единица 150 миллионов километров, и Марс в полтора раза дальше от Солнца. чем наша Земля. Так вот, это две предельные модели, которые решительным образом не похожи на Землю, и, соответственно, как бы сама природа дала нам эти возможности изучать их и понимать, а за счет чего, за счет какого эволюционного пути они стали столь разительно отличными от Земли. Была ли сама Земля колыбелью жизни, и это соответствует своего рода такому, ну, в представлении некоторых людей, поборников такой концепции, это своего рода земной шовинизм. Вот обязательно только на Земле. Либо это более распространенное явление, и мы можем говорить о том, что Земля не является исключением, а является одним из пристанищ жизни. Не будем сейчас говорить о том, примитивной или более высокоразвитой. После того, как мы вышли в космос, мы когда-то не помышляли о том, что мы будем иметь возможность в непосредственной близости рассматривать различные тела Солнечной системы, сажать туда космические аппараты, ну, и проводить даже более сложные исследования. Так вот, надо думать о том, что человечество так или иначе придет к тому, чтобы начать летать к этим небесным телам. И я глубоко верю, не надо думать о том, что это случится через 10, через 100 лет, может быть, через тысячелетия, если человечеству суждено выжить, если всякого рода экологические, социальные и прочие катастрофы сохранят нас, ну, скажем, следуя известной формуле Фрэнсиса Дрейка для количества, исчисления количества потенциально возможных высокоразвитых индустриальных цивилизаций. Так вот, если этот сомножитель формули Дрейка, который соотвечает длительности существования технологичной, высокотехнологичной ситуации, благоприятен в случае Земли, то мы можем рассчитывать на то, что будет своего рода в хорошем смысле экспансия человечества и в пределах Солнечной системы, и, возможно, вне ее. Мне довелось и проводить различные эксперименты на наших космических аппаратах, причем, повторяю, наверное, счастливая судьба состоит в том, что я застал вот эту эпоху расцвета нашего космического, когда мы действительно были впереди, когда мы получали очень весомые, очень значимые результаты, когда, что называется, руки дрожали, когда мы, скажем, около мониторов видели, получали ту информацию, которая еще недоступна, еще неизвестна человечеству. Вы можете себе представить то возбуждение, которое человека охватывает, когда он действительно открывает что-то новое. Так вот, это экспериментальная часть, и, повторяю, мне, моим коллегам ближайшим, очень-очень повезло в том, что мы застали эту эпоху, это сейчас мы очень сильно отстали, не говоря уже о всякого рода причинах, которые к этому привели, но мы действительно заслужили вполне определенное признание, потому что в значительной мере были первопроходцами в этой области. Но одновременно с этим мне довелось очень много работать над различного рода математическими моделями, которые призваны обобщить, объединить различную информацию, которая получается, и взглянуть немножко, может быть, более широко, попытаться, так сказать, переосмыслить определенные теоретические представления, изначально существовавшие. Так вот, к концу прошлого столетия, будем говорить так, после очень успешных полетов, в частности, полетов в дальнюю солнечную систему, в частности, вот, Войджера, Галилея, до этого пионеров, вот, нас раскрылись глаза, мы действительно очень многое узнали, а сейчас, ну, сумасшедшие совершенно результаты получаются и по Марсу, и получаются по малым телам, мы имеем возможность высаживать аппараты, не мы, американцы, но мы высаживаем аппараты, я имею ввиду человечество, высаживаем аппараты на малые тела, мы говорим о том, чтобы организовать спутники вокруг этих малых тел, и, скажем, Нир Шумейкер, так называемый вот аппарат для исследования астероидов, ближающихся с Землей, он уже практически это сделал, и после того, как он стал спутником, он опустился на поверхность этого астероида, я имею ввиду астероид Эрос. Кстати, очень небольшой размером примерно, он имеет форму картошки, картофели, картофелины, и максимальный размер где-то порядка 35 километров, а два других размера по 8. Так вот, на это тело опускается космический аппарат, и не просто, так сказать, фотографирует при сближении, но проводит исследования на поверхности. И, опять-таки, возвращаясь к математическим моделям, к моделям, которые обобщают эти данные, ну, скажем, экстраполируя ту область, которую исследует мир, можно говорить о том, что количество мелких кратеров на этом астероиде отвечает, ну, цифре, где-то такой, с порогом порядка 15-20 метров, порядка 100 тысяч. Это сразу же дает представление о тех исключительно важных динамических процессах, которые мы имеем в Солнечной системе. То есть, это соударение, это модификация, очень сильное вещество, ее переработка вследствие такой метеоритной бомбардировки, ну, и так далее, и так далее. Это своего рода такая механика, что ли, природных космических сред. И сюда подпадает очень многое. Это развитие различного рода моделей, связанных с многокомпонентной радиационной гидродинамикой, это разреженный газ, это турбулентные процессы в различного рода сплошных средах с привлечением кинетических явлений, кинетических процессов. То есть, когда мы имеем возможность исследовать обратную связь между гидродинамикой и химической кинетикой, это по существу совершенно вот такое новое направление, которое мы, ну, позволю себе сказать, достаточно успешно развиваем в течение примерно последних двух десятков лет. Наземные астрономические инструменты дают нам возможность сейчас делать то, что когда-то было абсолютно немыслимо. Ну, скажем, в качестве ярких примеров, ну, будем говорить так, что кольца урана, кстати, уж просто попутно, все планеты-гиганты имеют кольца. Причем кольца различной конфигурации, но очень знаменитой своими кольцами Сатурн с многими, так сказать, системами колец. Кстати, в каждом из этих вот видимых колец находится до тысяч мелких колечек. Вот, и это связано, вот, в частности, с такой динамикой поведения этих колец вблизи тела. Значительное число этих колец, вот, как это сейчас на экране, управляется, управляется, поддерживается спутниками, которые находятся в окрестности этого кольца, и не случайно они называются спутниками-пастухами, они как бы пасут те частицы, которые находятся, и которые составляют кольцо. Так вот, кроме Сатурна, повторяю, у всех планет, у Юпитера, у Урана, у Нептуна, тоже есть своя система колец, с замечательной определенными своими свойствами, ну, скажем, очень узкие такие колечки у Урана, девять колец, чрезвычайно узкие, очень тонкие, а у Нептуна это кольца, которые не складываются в единую систему, а отдельные такие дуги, связаны это с тем, что происходит размазывание этих частиц, существующих на различных расстояниях, с различными скоростями, обращающихся вокруг тела, и они не имеют возможности соединиться в единое кольцо, потому что есть система резонансов от спутника, по-моему, это Галатея, которая управляет множеством резонансов, и это собственно резонансное явление отражается в виде вот таких разрывных колец. Примеров таких очень можно много привести, так вот, повторяю, это то, что начало мощнейших успехов в наземной астрономии, а сейчас эти успехи вообще грандиозны, это, скажем, ну, последние несколько лет открывается один за другим колоссальное количество спутников в окрестности опять-таки вот планет гигантов. Мы когда-то думали, что, ну, вообще, открытие спутника это всегда было грандиозным событием. Мы когда-то думали, о, все, после пролета Вояджера, американского аппарата, последовательно, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, сейчас они находятся уже, ну, скажем, где-то в районе, по-моему, 2015 года они должны выйти на периферию Солнечной системы, пересечь ту область, которая связана с натиканием Солнечной плазмы на межзвездный газ, это так называемый, ну, образуется своего рода ударная волна. Это, кстати, тоже очень интересная вещь, которую, вот, предстоит исследовать. Так вот, мы думали, да, и вот Вояджеры открыли большое количество новых спутников у всех этих планет при пролете. Каждый спутник событие. Так вот, мы думали, скажем, вот у Юпитера 17 спутников, у Сатурна 18, а вот за последние несколько лет мы уже знаем у Юпитера порядка 40, у Сатурна 32, сейчас новая, совсем новая информация, у Нептуна, самой далекой планеты, Солнечной системы, тоже открыто три новых спутника. И это сделано не при помощи космических аппаратов, а при помощи так называемой CCD-матриц, с очень высокой чувствительностью, с умеренного размера телескопами. То есть, это вот колоссальный прогресс, который нам позволяет сильно расширить представление о Солнечной системе. Ну и, наконец, моделирование, математическое моделирование, оно стимулируется не только вот этим новым потоком знаний, но всегда надо как-то тестировать, надо на что-то опираться, когда вы строите модель, а не только, так сказать, вот напрягать серое вещество и использовать тот инструмент, ту квалификацию, которую вы, значит, вынесли, скажем, в течение вашей научной жизни. А очень важно при этом обладать очень хорошими инструментами. И в данном случае инструментами являются, конечно, отличные компьютеры, которые пришли сейчас, ну, в общем-то, в обиход, буквально стали привычным инструментом. мы так или иначе на протяжении всей жизни, получая какую-то информацию, выстраиваем каждый себе свою солнечную систему. Она достаточно схожа, ну, все системы схожи друг с другом, но оказывается, мы не знаем каких-то вещей, которые являются основными, основополагающими в этой системе. Ну, я себе позволю, Александр, тогда просто, может быть, очень схематично, учитывая, естественно, конечность, дефицит времени, я позволю себе несколько схематично вот так вот ответить на ваш вопрос. Ну, скажем, мы абсолютно смутные представления имели о ближайших наших соседях, я с этого начал, Венера, мы действительно, когда запускали первые космические аппараты, мы не знали, на какое давление эти аппараты рассчитывать. Мы обсуждали, какое давление может быть на поверхность. Какие гипотезы были? И гипотезы были от 0,5 атмосфер до 1000, грубо говоря. Поэтому Бабакин принял, я бы сказал, такое генеральское решение. Сказал, будем строить на 15. И вы знаете, в общем, как оказалось, на высоте 23 километра при давлении, правда, 18 атмосфер, это был конструкторский запас, мы были раздавлены. То есть давление оказалось на поверхность 92 атмосферы. Мы этого не представляли себе. Хотя о температуре уже по данным радиоастрономическим были представления неоднозначные, но тем не менее они существовали, что температура на поверхности порядка 500 градусов, если точнее, 470 градусов Цельсия. Так вот, углекислый газ страшно негостеприимная среда. О том, что на поверхности, какой рельеф, никаких вообще представлений не было. Мы очень смутно себе представляли, а что же скрывает эту поверхность? Но вот это не только плотная атмосфера, но и облака, которые тоже оказались экзотическими, совершенно, они сложены из примерно 85-процентного концентрации 80-процентной серной кислоты. Это, кстати, заставило очень серьезно поработать в технологическом плане, чтобы парашюты это выдерживали. Так вот, явление на поверхности. Мы сейчас знаем, что Венера обладает достаточно молодой поверхностью, что там, ну, по-видимому, совсем недавно, в геологическом смысле, ну, там, десятки, сотня, может быть, миллионов лет, что не сопоставимо с возрастом Солнечной системы, 4,5 миллиарда лет, значит, закончилась, а может быть, даже и продолжается вулканическая деятельность. Ну, и так далее. О Венере можно говорить исключительно много. Итак, это абсолютно новый, новый взгляд на ту планету, и мы, в общем, вот, в частности, когда я говорил о математических моделях, мы очень много занимались тем, что обусловило такие, значит, процессы, такие условия на Венере современные, так, значит, вот, если это говорится о так называемом необратимом парниковом эффекте, то чем он, значит, вызывается, как он, как планета эволюционировала от начала, мы думаем, что на Венере изначально был достаточно мощный океан, но просто в силу начальных этапов эволюции этот океан был потерян. И есть некие свидетельства, которые подкрепляют такую модель, такую гипотезу. Марс. Ну, сейчас, в общем, после запуска, особенно Марс Экспресса, и после того, как успешно работают на орбите Марс Сорвеер, американский аппарат, Марс Экспресс, это европейского космического агентства аппарат, Марс Сорвеер и Марс Одиссей, они столько новой информации дали. Мой хороший коллега Брюс Яновский как-то написал, что я думал, что я знаю о Марсе все. Но вот оказалось, и это он сказал в 2001 году, но оказывается, я знаю очень и очень мало. Так вот, мы сейчас имеем достаточно много свидетельств того, что на Марсе, видимо, вода, которая в основном, видимо, существует под поверхностным слоем, она существует под поверхностным слоем достаточно близко к поверхности. И это не просто обнаружение, реальные свидетельства наличия воды при помощи вот нейтронных мониторов, которые летают до сих пор на Марс Одиссее, и мы очень гордимся тем, что один из этих приборов наш, российский, но он определяет воду исключительно в тонком слое порядка одного метра. Это, кстати, тоже отдельный разговор, очень интересно, но ведь определяется не вода, определяется водород. Вот, и есть некие вариации, причем это вариации сезонные, это вариации долготно-широтные, и это связано с тем, что, значит, есть определенные новые представления и о минеральном составе поверхности, потому что водород связан не только в воде, он связан еще в гидротированных минералах. Значит, кроме того, что мы знаем, что вот в полярных шапках Марса запасено огромное количество льда, значит, я, если мне память не изменяет, это десятки миллионов кубических километров, но если это разлить по поверхности, то это всего где-то будет, может быть, 25-30 метров, равномерно разлитый слой воды, ну, будем говорить так, образовать такой вот океан, виртуальный океан. Но, безусловно, воды на Марсе гораздо больше. Кстати, оценки показываются за счет такого диссипации, убегания. Может, было потеряно всего несколько метров такого водяного слоя. Спрашивается, где остальная вода? По-видимому, она есть под поверхностным слоем. И есть сейчас яркие свидетельства, геологические свидетельства, что эта вода достаточно близко. Есть определенные, так сказать, не только русла, старые высохшие русла, есть конфигурации типа оврагов, которые показывают, что это вынос воды изнутри. Причем, ну, опять-таки, модели показывают, что уже на глубине несколько сот метров, ну, до километра, уже достаточно теплые условия. И там может быть жидкая вода. И, наконец, если есть эта жидкая вода, а мы видим эти свидетельства, значит, есть гораздо большая вероятность действительно обнаружить живые организмы на Марсе. И вот то, что показано, это метеорит, значит, который был найден в Антарктике, ALH 80-2001. Так вот, это один из примеров, это шарготитовый метеорит, который, в общем-то, несет определенные свидетельства, дебаты продолжаются. Да, принадлежит ли это, значит, биопродуцированию вот этих организмов, или это все-таки просто некая органика, ну, скажем, полициклические, ароматические углеводороды, которые там обнаружены. Кстати, насчет размеров, которые имеют нанометровые размеры, и были воззрения, что на Земле таких нет, это неверно. На Земле есть такого рода образование, это фосилы, то есть, ну, вот, будем говорить, некие, ну, что ли, ископаемые. Окаменелости. Окаменелости, да. Вот. И в этом смысле мы можем говорить о том, что все-таки, по-видимому, биогенное происхождение более вероятно. Об этом, в частности, свидетельствует и то, что есть сосуществование там сернистого соединения вместе с гематитами, то есть, железным, железистыми такими образованиями, ну, и так далее. Но органика не значит жизнь. Это, нет, я имею в виду биогенное. Биогенное. Это значит, это значит, что они продуцируются именно за счет таких процессов. Исключительно интересным представляется то, что, ведь обнаружено палеомагнитное поле. то есть, Марс имел достаточно, видимо, сильное магнитное поле. Тогда, когда у него еще, видимо, было достаточно мощное жидкое ядро. Потому что, ну, мы исходим из представления такого динамо, механизма для формирования магнитного поля, возникновения и поддержания. Так вот, эти следы магнитного поля, они неравномерны по планете. И это тоже может иметь объяснение, потому что различные области, возможно, нагревались по-разному и проходили так называемую точку Кири, где полное размагничивание. Но в определенных местах это сохранилось. И очень интересная корреляция этих следов магнитного поля с гематитами. Что такое гематиты? Это, ну, в обычном, так сказать, понимании это ржавчина. Хорошо известная. Как образуется ржавчина из железных соединений? При наличии воды, опять-таки, вода, наличие кислорода. Но одновременно с этим на Марсе колоссальные пространства, которые образованы такими минералами, как полевые шпаты и пероксены. Это очень хорошо известные изверженные породы. Если на Марсе образуются гематиты, а я сказал, при каких условиях это может быть, то почему там сохраняются такие неокисленные изначальные породы? Это одна из загадок. Ну и так далее. Примеры можно продолжать. Теперь, опять-таки, мы абсолютно ничего не знали о внешних областях Солнечной системы. Ну, очень смутные представления. Полнейшей неожиданностью открытием было наличие мощнейшего вулканизма на Ио. Это один из четырех галилеевых спутников Юпитера. Кстати, все эти четыре галилеевых спутника, они по размерам между Луной и Меркурием. Так вот, мощнейший вулканизм на Ио, который, ну, скажем, постоянно, постоянно наблюдается где-то около десятка действующих вулканов. А всего таких вулканов, по оценкам, где-то порядка пятисот. И это на теле размером меньше Луны. То есть, вулканизм на Ио гораздо более мощный, чем на Земле. Чем он поддерживается? Приливными влияниями. Дело в том, что есть определенная синхронизация орбит. Ио обращается, за четыре оборота Ио Европа обращается два раза, а самый крупный ганимет всего один раз. И это своего рода такое, понимаете, притяжение. И в мощном гравитационном поле Юпитера это создает вот это воздействие колоссальное приливное воздействие. Диссипация этой приливной энергии приводит к мощнейшему разогреву недр. Мы не имели таких представлений. Следующее, Европа. Европа оказалась не менее интересной, и не случайно к ней сейчас планируется полет одного из аппаратов. Обсуждается этот вопрос серьезно в американском НАСА. Дело в том, что... Там чуть ли не с посадкой и с бурением. Совершенно верно. С посадкой и бурением. Потому что... Ну, это, кстати, и в одном из наших проектов тоже просматривается. Так вот, Европа, по-видимому, обладает достаточно мощным океаном водяным. Возможно, достаточно высокой солености. И этот океан покрыт. Ну, атмосферы практически нет. Экспонируется, это экспонируется все в космос. Поэтому обязательно толстая должна быть кора. И это кора ледяная. Мы видим свидетельство. Трещиноватость. Мощнейшие, так сказать, желоба, которые проходят по поверхности и более или менее периодически обновляются свежим льдом. То есть, это выходы, это трещины. Причем, есть некие неупорядоченные структуры. И это связано с тем, что при вращении вот этот жидкий слой отстает от вращения центрального ядра. То есть, получается, вообще говоря, очень интересная закономерность, объясняемая достаточно легко с физических позиций. Но самое интересное, это то, что у вас есть гидротермический какой-то процесс. Возможно, там есть то, что называются черными курильщиками, которые обнаружены у нас в океанах. То есть, есть все время подвод, а мы знаем, что в черных курильщиках благоприятно себя чувствуют бактерии. Они просто великолепнейшим образом переносят температуру гидротермальные, так, супертермальные. Концевая фауна существует. Абсолютно точно. Вот. Температура выше точки кипения. Кстати, уж, если об этом я сказал, что обнаружена сейчас биосфера, есть совершенно четкие свидетельства и на большой глубине в земле. Это так называемая, ну, значит, биосфера глубинная. И по оценкам биомасса, которая есть на глубинах до, может быть, нескольких километров, величина этой биомассы сопоставима с тем, что у нас есть на поверхности. Это для меня новость совершенно. вот. И это, понимаете, это показывает очень большую нашу зашоренность, нашу ограниченность наших представлений. А раз это так, то эта биосфера не нуждается в фотосинтетическом процессе. Она питается. Ну, для жизни нужны три фактора. Энергия, питание, то есть определенные ингредиенты, так, и, соответственно, значит, ну, обязательно, ну, будем говорить так, дыхание. Так вот, значит, пища, значит, дыхание и, соответственно, ну, обмен веществ, короче говоря, такой. Так вот, фотосинтетически все понятно, к этому мы привыкли. А глубинная биосфера, она по всей вероятности поддерживается за счет химических гидротермальных процессов. То есть это вот растворы различные, которые существуют на глубинах, за счет химических процессов, прежде всего, экзотермических реакций, они поддерживают эту энергетическую часть. Так вот, на Европе, возможно, мы имеем эти процессы. Кстати, вот эти концепции, их можно распространить, они оказываются исключительно с точки зрения возможности наличия жизни на других планетах, не только на Марсе, и в частности на Европе. Так вот, на Европе мы имеем, вообще говоря, очень высокую вероятность наличия жизни в этом океане. Кстати... Магнитное поле есть у Европы? Небольшое. Вот. Значит, и это, кстати, очень тоже дополнительное свидетельство того, что там есть соленый океан. Без него магнитного поля не существовало бы. все время выпадают различные вещества, различные тела на планеты. Опять-таки, это было нам неизвестно. Мы за Шоринами жили и говорили, все это там, где-то такое, нас это не касается. Касается. И в этом смысле с Марса вещество или с Луны гораздо легче доставить на Землю, чем наоборот. Ну, массы различные. Скорость убегания разные. Так вот, значит, метеорит LALH 8001, который связан, его происхождение с Марсом, в значительной мере потому, что уникален изотопный состав той атмосферы, которая внедрилась в этот метеорит. За счет чего он был выброшен с Марса? Вот, совершенно верно. Он был выброшен по всей вероятности за счет удара мощного астероида. И эти процессы, они постоянно есть. Свидетельство того, что такая бомбардировка происходит, мы имеем, ну, посмотрите на Луну, посмотрите на Марс, ну, на Земле это более-менее стерто гидросферой, биосферой. Транспорт вещества, носителем которого являются вот эти выброшенные обломки. А если это так, то мы приходим к очень интересному выводу. А может быть, жизнь зародилась не на Земле, а на Марсе? И с Марса была занесена на Землю? Мы не можем на этот вопрос ответить. Так вот, почему я об этом сказал, рассказывая о Европе? Да просто потому, что Европа в этом смысле более интересна. На Европу так доставить гораздо более тяжело, чем в пределах планет так называемой земной группы. Поэтому, если говорить о том, вот как я ожидаю, ну, скажем, мы найдем жизнь на Марсе. Я не думаю, что она будет очень сильно отличаться от земной. Просто потому, что такой обмен должен был происходить. А Европа в этом смысле совершенно уникальный объект. С этой точки зрения для меня исключительный интерес представляет Титан. Потому что там есть достаточно сложные углеводороды. То есть, это изначальная примитивная органика, которой что-то не хватило, по-видимому, для того, чтобы произошел вот этот самый триггер, переход. Что такое жизнь? Жизнь – это репликация. И это прежде всего системы, способные обмениваться и переносить информацию. По-моему, это очевидно. Но это легко так сказать. А нобелевский лауреат Фрэнсис Крик когда-то сказал, что для него это абсолютно невероятно. Более позитивен является другой нобелевский лауреат Кристиан Дедюф, который сказал, что жизнь является с его точки зрения космическим императивом. Представление о том, что вещество такое вот даже живое не может выдержать экспонирование жесткому излучению в космосе в течение миллионов лет очень сильно с моей точки зрения завышены. Там недольшая должна быть защита и только прямое попадание в ядро, что крайне маловероятно, потому что понимаете, атом-ядро это несколько порядка шести порядков, понимаете, там разница. Поэтому вероятность очень мала, чтобы это ядро разрушить. И вот с этой точки зрения я рассматриваю высказанную еще в конце позапрошлого века Свентусом Аррениусом гипотезу панспермии как в общем очень серьезно заслушивающую внимание. Я хотел задать вопрос, что стало известно после бомбардировки кометы Шумахера или... Вы знаете, в общем, планета слишком энергоемка, чтобы ну как-то на нее таким образом повлиять. Но сам факт, что в мощном гравитационном поле Юпитера произносило разрушение этой кометы, которая, по-видимому, изначально была захвачена где-то в 30-х годах, затем существовала, сближаясь с Юпитером и, наконец, приливными силами была разорвана на 22, по-моему, фрагмента, и они последовательно выпадали в атмосферу. Мне довелось видеть кое-что из этих вот событий. И вы знаете, в общем, это, конечно, грандиозное явление. Падает тело, причем Юпитер это по массе в 330 раз больше Земли, то есть притяжение... По объему насколько? По объему это, значит, соответственно, 10 и... Ну, примерно столько же, потому что плотность Юпитера около единицы. Примерно то же самое. Так вот, по размеру в 10 раз больше Земли. Немножко больше, чем в 10 раз. Так вот, и это мощнейшее гравитационное поле влечет к себе тело, оно входит с гораздо большей скоростью, чем в атмосферу Земли. И это, в общем, фрагмент, наибольший из них был, по-моему, порядка полутора километров, это миллион мегатонных бомб. Процесс. И, конечно, тело не может остаться безучастным. Это мощнейшее возмущение, но в течение нескольких дней, ну, может быть, недель затягивается. То есть, в конечном итоге атмосфера релаксирует, приходит в нормальное состояние. Но вот сама динамика этих процессов исключительно интересна. Мы видим такие грандиозные циклоны, антициклоны, причем длительно существующие. И, кстати, очень интересно взять по параметрам подобия, сравнить с учетом, так сказать, других масс, других, так сказать, ну, соотношений энергетических. Получается, что длительность циклонов, если у нас средняя длительность неделя-две, то длительность циклона, скажем, или антициклона на Юпитере, это десятки тысяч лет. И это, в частности, свидетельство большое красное пятно. Кстати, вот тоже большое черное пятно или темное пятно обнаружено на Нептуне. Вот, очень интересная конфигурация. И, в значительной мере, это связано с тем, что, опять-таки, открытие, что существует внутренний мощный тепловой поток из недр, который значительно превышает то, что планета такая получает от Солнца. В разы. Ну, я упомянул о Плутоне. Плутон, это квази-планета, значит, его поперечник примерно две с половиной тысячи километров. И, это, наверное, одно из наиболее крупных тел вот в поясе так называемого Джеборта Койпера. Это пояс, который расположен на расстоянии за Нептуном от 30 до, там, где-то такое, ну, будем говорить, тысячи астрономических единиц. Еще дальше, на периферии Солнечной системы облако Аорта. И вот из облака Аорта и из пояса Койпера приходят к нам тела носители первичной информации о ранних этапах зарождения и эволюции Солнечной системы кометы. Исключительно интересные тела. Кстати, мы довольно много занимаемся у нас в отделе, в институте этими телами и с точки зрения механики, и с точки зрения физики. Именно численные модели различные развиваются. Так вот, Плутон, вы знаете, вот интересно, вот каждое небесное тело в Солнечной системе имеет свои особенности. Я попытался их как-то упомянуть, но вот очень хочется сказать о Плутоне. Плутон имеет огромный по размеру сопоставление с самим телом спутник Харон. И особенность этой двойной системы состоит в том, что Харон обращается точно на таком расстоянии, как геостационарный спутник на Земле. то есть вы имеете созданной самой природой, ну, будем говорить, не гео, а плутостационарный спутник, который все время смотрит в одну точку. То есть так как мы подвешиваем на геостационарной орбите спутник специально для того, чтобы четко охватывать определенную область на Земле. Здесь созданная природа. Продолжение следует...